Как же я устал от этих жадных и лживых говноделов. Я уже не успеваю делать ролики по поводу их безобразных выходок. Привет, народ! На сайте VRTesters я наткнулся на один ролик. Ссылка на него будет в описании. Так вот, в нем Найтвинг рассказывает о кроссовках Nike OBI 4 Proto, с которыми все далеко не так хорошо, как могло показаться. А еще Зайан Вильямсон получил травму колена на фоне безобразнейшего разрыва кроссовок Nike VG 2.5. Также возник скандал с Nike Adapt. И все это я планирую обсудить в сегодняшнем ролике. Но начну-то я с Коби 4. Вы наверняка знаете, что Nike делает протроверсии этих кроссовок. Несмотря на мой первый видос по поводу протроверсии Коби 1, я готов признать, что с ними у них как раз получилось достаточно неплохо. И настал черед очередной модели, которой стала Коби 4. Друзья, Коби 4 это революционные кроссовки. На них есть подробный обзор на сайте, а также видеообзор. Те судьбоносные шузы изменили игру. Но при этом, как ни странно, они вовсе не были совершенны. Я-то по наивности надеялся, что протроверсия как раз и сможет изменить их несовершенство. Но судя по всему, этому не суждено сбыться. Напомню о технологиях, которые были в оригинальных четверках. Кожаный верх, Flywear первого поколения, ранний Lunar Light в носке и баллон Zoom в пятке. Ну и само собой карбон в середине стопы. Все было неплохо, за исключением быстро проседающего Lunar Light. Ну так замените его на Zoom и все, дело сделано. Я, блин, даже готов был пожертвовать карбоном. Но главное-то поставьте Full End Zoom и будет нам счастье. Найковцы именно так и пообещали. На официальном сайте была информация о том, что данная технология была интегрирована в эти кроссовки. В 10-х числах февраля на сайтах российских ритейлеров появились эти кроссы. Без описания. Прям вообще без. Забавно, что люди торгуют при этом сами не зная чем. Первые сомнения возникли у Найтвинга после того, как ему написал один из его подписчиков из Австралии. И выложил принтскрин с описанием четверок на австралийском сайте. Там черным по белому написано лишь о том, что Zoom расположен в пятке. И ни о каком Full End Zoom не идет речи. Параллельно он и многие другие пользователи, купившие кроссы, также не ощущали, что в носке этих кроссовок что-то есть. Найтвинг делает следующее. Он протыкает мицоль в носке и, что вы думаете, никакого зума там нет и в помине. Он пишет в Nike и просит разъяснить ситуацию. После этого моментально из описания на сайте компании пропадает любое упоминание о Full End Zoom в четверках. Опачки. Технично. Но на сторонних-то сайтах, которые копипастят описание с Nike, она никуда не делась. Sol Collector, Nice Kicks, VR Testers и многие-многие другие везде указано Full Lens Zoom. Ребят, если вы считаете, что просто имела место ошибка, я не стану вас переубеждать. Но как по мне, это не ошибка. Это намеренное ведение в заблуждение. Или другими словами, банальная ложь. Но давайте уже обсудим конечный продукт. Это же ведь протро-версия. И если кто-то не знаком с аббревиатурой, я вам скажу, что протро это перформанс ретро. То есть игровая классика. Игровая, а современная классика. И вы действительно думаете, что COVID-4 таковой является? Вы заявляете о том, что снабдили кроссовки современными технологиями. Такими как Full Lens Zoom, которому в обед 25 лет. Ладно, бог с ним. По идее, пилон в этих кроссах должен быть заменен на React или Lunarlon. Тогда и только тогда эти кроссы действительно можно было назвать протро. Но в них нет даже Full Lens Zoom. Согласитесь, получается явная подмена понятий. Вы меняете Carbon на пластик. А также Lunarlite на обычный пилон. А также несколько мелких доработок в подошве. И что всё? Перформанс-версия готова. Вы, блядь, серьёзно? И повышаете ценник до 175. Напоминаю, что оригинал стоил 120 баксов. А где, блядь, логика-то? Это ведь никакой не апгрейд. Это самый настоящий даунгрейд. Ладно, немного прервусь. Что касается моего предыдущего ролика по пятым Ирвингам. Ребят, вы очень много пишите мне. И даже присылаете свои видосы относительно того, что вашей Кари-5 совсем не гнутся. Спасибо вам за этот фидбэк. Честно. Я очень благодарен вам за это. Но не думаете ли вы, что пишут мне и другие ребята, которые говорят, что их та Кари-5 действительно слишком сгибаемы? Причин, как мне кажется, может быть несколько. Первое, это зависимость от расцветки. Некоторые колоры получились без пластинки в Мидфуте. Такое возможно. Ну и вторая версия, это то, что гнутся ранние версии кроссовок. А после появления первых жалоб, Найк просто снова решил прикрыть свою жопу. Изменив начинку этих кроссовок, добавив в них пластик или что-то там еще. Ведь я уверен, что у того китайца не фейк. Хотел было закругляться, но подоспела свежая серия скандалов, в которых оказался также замешан Найк. Я решил приоттачить их к данному видосу. В центре первого скандала новоявленная модель будущего. Кроссовки Адапт ББ. Так вот, по многочисленным заявлениям покупателей, если обновлять кроссовки через Андроид, то их хваленая электроника может передать вам пламенный привет. Другими словами, поиграть в них у вас уже не получится, так как вылетает электроника на одной кроссовке. Иногда даже не помогает ни перезагрузка, ни ручное управление. В Найке прокомментировали ситуацию, сообщив, цитирую, Мы знаем об этой проблеме. Вот сейчас не понял. Мы знаем об этой проблеме и выпускаем сырые кроссовки за 250 баксов? Так получается? Или проблема же, как всегда, вылезла неожиданно? Сразу оговорюсь, что с яблоком, насколько я понял, никаких проблем нет. Вы не поверите, буквально на днях с невероятной силой разгорелся еще один скандал. Печальная знаменитая травма колена у топового проспекта Зайана Вильямсона, о котором я делал первую часть видоса и планировал делать вторую. Но сейчас, походу, это уже не актуально. Травма произошла на ровном месте. 100% по вине кроссовки, которая распалась практически на атомы. Да, можно всегда сказать, что Зайн 130-килограммовый носорог, ноги которого в состоянии сдержать разве что какие-нибудь лыжные ботинки. Но я с этим не соглашусь. Профессиональная спортивная обувь не должна так себя вести, даже под действием действительно серьезной нагрузки. И теперь мы уже никогда не забудем вторые с половиной Джорджи. Кроссовки, которые, возможно, погубили карьеру одного из величайших проспектов современности. Очень надеюсь, что все обойдется. Фондовый рынок, кстати, моментально отреагировал на данное событие. Рекордным падением акций компании. Величина убытков разнится в зависимости от источника. Якобы падение составило от 1,8 до 3 миллиардов баксов. Возможно, у Nike сейчас просто черная полоса. И нам всего лишь нужно быть немножечко терпимее. Но, если честно, я реально устал от всего этого дерьма. Мне надоело, что компания постоянно пытается нажиться на ностальгических чувствах. Берется легендарная модель, да еще и в топовой расцветке. Мммм, что бы нам с ней сделать? Как сука нажиться? А давайте распотрошим ее как индейку. Нафаршируем дерьмом и навесим некислый ценник. Народ схавает и так. Не знаю, как вы, но я хочу купить кроссовки, которые не развалятся. Купить кроссовки, не опасаясь, что кто-то заменит одну технологию на другую. Ну и само собой купить кроссовки, которые я самостоятельно смогу снять с ног. Если вы считаете меня хейтером, то очень даже зря. Я начал топить за этот бренд давным-давно, когда некоторых из вас даже не было еще и в помине. Все верно, я преданный фанат Найка с, не знаю, 20-25, да больше, наверное, даже летним стажем. За эти годы на моих ногах побывало сотни моделей, многие из которых я реально обожаю. И рекомендую своим друзьям и подписчикам. Возвращаясь к обе-4, меня конкретно задело то, что компания попыталась втихаря скрыть правду. Если бы было публичное извинение, ну это, мне кажется, было бы намного честнее и актуальнее. А так, представляете, люди купили товар, думая, что в нем одна начинка, а на самом деле она совсем другая. Не знаю, как вы, но подобную ложь я воспринимаю как плевок себе в душу. И вынужден все чаще и чаще отворачиваться от продукции этого некогда горячо любимого бренда. Не знаю, честно говоря, что еще добавить. Мне кажется, я все сказал по этому вопросу. Если ты считаешь, что я драматизирую или наоборот согласен с моей точкой зрения по данному конкретному вопросу, непременно напиши это в комментариях. Я постараюсь прочесть все. И на этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь здоровыми. Всем удачи и увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok